Но это не все вопросы, которые сегодня обсуждали на сессии Народного собрания. Депутаты рассказали и о грядущей реформе органов местного самоуправления. В работе сессии принял участие и глава Дагестана. Зумруд Гамидова расскажет подробности. Основным вопросом повестки дня стал законопроект о реформе местного самоуправления. Дело в том, что ранее ряд СМИ сообщали о подготовленных депутатами поправках в этот закон. Якобы в районах республики упразднят администрации сел, а в Махачкале – районы. Парламентарии внесли ясность. Речь идет о том, что сельские поселения в пределах одного муниципального района, разграниченные небольшой территорией, смогут объединиться и создать единый населенный пункт. Махачкала же, в свою очередь, не лишится внутрирайонного деления. Данный законопроект, как только был рассмотрен на комитете и на президиуме, вызвал бурное обсуждение в средствах массовой информации, в социальных сетях. Интерпретируется, как будто в Дагестане ожидается ликвидация отдельных сельских поселений, объединение внутригородских районов Махачкалы в один городской округ. Все это теоретические измышления отдельных представителей средств массовой информации, журналистов, отдельных юристов. Ничего общего с предлагаемыми поправками не имеет. Предлагаемый законопроект не выносит изменения и не исключает внутрирайонное деление города Махачкалы и порядок формирования этих органов. Поправки были приняты и к законопроекту об организации капитального ремонта в многоквартирных домах. Он предусматривает льготы 50% по взносам за капремонт для граждан старше 70 лет и 100% для граждан старше 80 лет. При этом важным условием является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса за капремонт. Подвергся критике и глава республиканского казначейства. Депутатам поступают многочисленные жалобы от предпринимательского сообщества. Они не могут месяцами получить свои деньги. По их словам, это тормозит введение новых школ и детских садов, в которых остро нуждается республика. Считаю, что незаконные действия УФК по республике Дагестан свели на нет все преимущества указанной системе. По причине непроведения и задержки платежей огромные средства на конец финансового года остаются на счетах откидывания УФК по республике Дагестан. В последствии эти средства, которые должны были быть на правильное развитие всех направлений экономики республики Дагестан, возвращаются в федеральный бюджет как неиспользование остатков. Депутатами был рассмотрен закон о квотировании рабочих мест – один из самых эффективных путей решения проблем инвалидов, молодежи и предпенсионеров. Проектом закона предусматривается установление квоти организаций, я независимо от организационно-правильных форм и форм собственности для приема на работу инвалидов, граждан предпенсионного возраста и определенной категории молодежи, ищущих работу впервые. Всего на 39-й сессии депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов. Зумруд Гаминдова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.